Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте. Меня зовут Григорий Шанаев. Я являюсь управляющим партнером консалтинговой группы Trevizium. Сегодня я модерировал сессию Customer Experience в рамках Marketing Day, проходящего на Retail Week. И хотел рассказать о сегодняшней сессии. На мой взгляд, та тема, которую мы сегодня поднимали, одна из самых актуальных для Retail, потому что компании уже выравниваются по ассортименту. Да, безусловно, есть тренд на Private Label, на выделение собственного производства в Retail, но тем не менее все, что мы делаем, все проекты, которые запускает маркетинг, коммерция в Retail, все направлено на достижение самого позитивного опыта среди наших покупателей. И те темы, которые сегодня поднимались, они как раз освещали этот вопрос, как это, как эти проекты решены в различных видах, направлениях Retail, бизнеса. У нас были прекрасные докладчики, мы послушали, как детский Retail, Lego. Практически 360 градусов охватывает все коммуникации, не только коммуникации, но и внутреннюю организацию пространства, управление Customer Experience в онлайн-зоне и как все это комбинируется в какую-то единую сводную. У нас были прекрасные представители региональной сети Tabris, которые продемонстрировали, как, казалось бы, классическими методами можно добиться полного понимания сути и смысла собственной компании, собственного бренда. И в конце сессии я задавал вопрос залу и просил поднять руки тех, кто был в Tabris, кто посещал их магазины. Рук было не так много, но потом, когда я попросил поднять руки тех, кто, собственно, даже на фоне презентации понял и проникся сутью бренда Tabris, практически весь зал поднял руки, потому что это вот как раз та самая иллюстрация, как организации внутреннего пространства, внутренней коммуникации могут работать и работают на выстраивании отношений с покупателями, донесении основной мысли и основной сути бизнеса. Мы, безусловно, посмотрели на общие тренды рынка и компания Accenture Interactive сделала прекраснейший обзор того мирового опыта, который сейчас накоплен в ритейле. И я вижу, что очень многие компании в России идут и повторяют этот опыт, развивают этот опыт и привносят какие-то новые тренды в вот это мировое пространство ритейла. У нас был замечательный, интересный обзор трендов рынка, который сделала компания EY, более, наверное, всем известный, как Ernst & Young, и как ковид повлиял на покупательское восприятие, на ожидание клиентов, на покупательское настроение, какие тренды наметились сейчас и на что нужно ориентироваться. У нас был замечательный кейс от компании Пятерочка, когда мы видели, как можно получать обратную связь от клиентов и как можно клиентов вовлечь на уровне гимификации в работу тайными покупателями. И опять же, когда я задавал в конце сессии вопрос залу, насколько, какое количество людей хотел бы, вот по результатам представленного этого кейса, самим бы выступить в роли тайных покупателей. Слушайте, это был опять лес рук. Сессия прошла очень интересно, очень удачно. Доклады, все доклады сейчас не буду даже перечислять. Очень много интересного, позитивного опыта. И я считаю, что нужно делать такие сессии регулярно, их нужно делать чаще. Это очень помогает отрасли. И сегодня мы были на замечательной площадке, которая позволяет, собственно, этот опыт объединить, как-то выбрать те тренды и те направления, которые наиболее адаптивны для других компаний, обменяться опытом, узнать что-то новое. Ну и, собственно, получить ту позитивную атмосферу, в которой проходила сегодняшняя сессия. Спасибо вам огромное. Добавить мне абсолютно нечего. Лишь хочу пожелать, чтобы ритейлер рынок рос и процветал. И надеюсь, до встречи в следующем году. И будут новые интересные сессии, новые интересные мысли. Безусловно. Спасибо вам большое. Спасибо.